Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня у меня для вас необычный парфюм от нигерийского, да-да, не ослышались, нигерийского бренда эссенция, который называется La Perla. Поехали! Итак, друзья, при чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором есть много всего интересного, чего нет на ютубе, поэтому заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Итак, парфюм La Perla. Сразу, чтобы было понятно, о чем это, это один из многочисленных клонов Бакары. Amazon Francis Kurgian, Бакара Rouge 540. Сейчас, наверное, мужская часть моей аудитории вознегодует, скажет, да сколько можно, да зачем нам эта Бакара, и вообще Бакара и канал с обзорами на мужскую парфюмерию несовместимы. И я это прекрасно знаю, и понимаю, и осознаю, но вместе с тем у меня на этот счет есть такое мнение, что я уже много делал обзоры и на Бакару в версии экстракт, и сравнивал ее с различными клонами, и через меня много этих клонов прошло. Но тема эта меня продолжает интересовать по той простой причине, что несмотря на неоднозначность и такую спорность во многом парфюма Бакара Rouge 540, который называют и парфюмом для эскортниц, для женщин с пониженной социальной ответственностью, который называют пошлостью, цыганщиной, безвкусицей, дурновкусием, который абсолютно называют женским, хотя его позиционируют как унисекс сам производитель. Но парфюм этот вместе с тем обладает некоторым таким наркотическим эффектом, и лично мне иногда нет-нет, да и появится желание, что называется, обкругджанить соснок до головы, то есть облиться этой Бакарой и ходить куда-нибудь, уехать в лес или на рыбалку и вдыхать с себя весь день вот этот вот аромат Бакары, будь она не ладно. И в этой связи меня тема клонов, она так периодически интересует, но я сделаю маленькое уточнение, тема приличных клонов. И тут вот внезапно, как-то в силу некоторых перепитий, мне попала в руки вот эта вот штука. И сказать, что я удивлен, это ничего не сказать, потому что, во-первых, как я уже сказал, это нигерийский бренд, и я, честно говоря, я зашел на их сайт, и как мне еще подписчики на моем Телеграме сообщили, что это нигерийцы заказывали этот парфюм у арабов. Ну, в принципе, меня вот эти вещи, они волнуют постольку поскольку, а точнее вообще не волнуют, кто, что, откуда, мне главный результат. Во-первых, когда мне попал в руки этот флакон, я удивился, я думал, что это какая-то вот дорогущая, пафосная французская ниша, потому что, ну вот, чем-то напоминает бутиковую линейку Лалик, только там в черных и белых цветах. Во-первых, это прям какая-то невероятная роскошь для бюджетного сегмента. Это такой вот массивный флакон с тяжеленной металлической пробкой, вот с такой вот штукой здесь, как вот это называется, такая техника, не гравировка, ну, в общем, вы видите, да? Ну, то есть, вот такое ощущение, что держишь в руках какую-то дорогущую французскую нишу из категории дорого-богато. Причем сделано это все достаточно со вкусом, не назовешь это каким-то вот китчем или безвкусицей, или чем-то таким кринжовым, безвкусным, олеповатым. Очень стильно, очень со вкусом. И, собственно, жидкость внутри флакона меня поразила еще больше. Я подчеркну, я очень хорошо знаком с парфюмом Бакараруша. У меня вот есть ведро почти 200 мл версии экстракт, вот эта красная огромная бутылка. И когда я нанес эту штуку, я просто, что называется, слегка обомлел, потому что, ну, схожесть потрясающая. И я повторюсь, что через меня прошло много очень вот парфюмов, которые пытались каким-то образом имитировать Бакару. И до сегодняшнего дня самым удачным, ну, пожалуй, остается на мой нос. Есть у меня обзор на канале, является Аль-Хармаин Амбер Ут Руж. Так вот, это что-то где-то рядом. Это не Аль-Хармаин, конечно, это не такой вот уровень, Ну, это прям очень и очень и очень близко к Бакаре. Кто не знает, как пахнет Бакара, это вот знаменитое сочетание шафрана, хотя, собственно, фишка-то вся и не в шафране, а шафран, он, в принципе, там есть, да. Ну, вот кор, ядро этого парфюма составляет все-таки не шафран, а вот эта вот знаменитая йодисто-минеральная нота, которую называют йод-бинты больницы, и вот эти вот петушки на палочке. То есть вот такая йодистая сладость, наркотическая, пенящая, гигантский шлейф, который абсолютно уникален, который абсолютно узнается, распознается в толпе. Я даже ловил себя иногда на мысли, что когда я где-то вот последний случай был в Эрмитаже, я, кстати, в греческом зале, все как прямо в греческом зале, в греческом зале «Серая мышь», стою я, значит, любуюсь бюстом римского императора Александра Севера, не Саша Северный, который этапом из Твери «Ветер Северный», а Александр Север, это римский император, такой кучерявый, кстати, как Курджан, на Курджана чем-то похож. И тут до меня доносится шлейф этой бокары, и я вот как ловлю себя на мысли, что я как крыса за волшебным крысоловом начинаю преследовать этот шлейф, бежать за ним, и вот в каком-то из залов я догоняю женщину уже в годах такая, но мне казалось, что там конкретно какая-нибудь там Моника Белуччи или какая-нибудь там Одри Тату. Ну, не важно, ну, парфюм очень такой колдовской, есть в нем какая-то абсолютно колдовство какое-то. И, конечно же, в люди, я стесняюсь его надевать, но, вот повторюсь, для себя, даже вот на ночь облиться бокарой, это прям гарантирован такой, как аромадиффузор, сам себе аромадиффузор. И вот эта штука, она меня удивила, она, конечно, не настолько прям идеальна и безупречна, как оригинальная бокара, ну, это очень и очень близко, ну, сходство, наверное, процентов 80. И в шлейфе я бы никогда в жизни даже под дулом пистолета не отличил бы вот эту вот Ла Перле от бокары оригинальной. При прямом сравнении, да, эта штука менее сладкая, в ней есть некоторая такая повышенная, повышенный крен вот в сторону вот этой вот юдистости, металлика, и, ну, как, не скажу, что это химозность, но вот баланс уже, конечно, чуть-чуть сбит прицел. То есть вот такого прям вот, в чем шедевр, да, вот этой бокары, то, что шедевральность, то, что она абсолютно, как говорится, все на своих местах. Вот шаг влево, шаг вправо, сделаешь больше вот этого йод-бинты больницы, уже будет не то, сделаешь более сладким, тоже уже будет не то. В данном случае прицел чуть сбит, но это все равно очень и очень и очень похоже на оригинальную бокару. И это также очень и очень стойко и шлейфово. Вот чем отличается оригинальная бокара? Тем, что она несмываемая. И многие клоны, в том числе вот Латафа, например, Анна Абьет Руш, делал я тоже обзор, они именно вот уже на этапе раскрытия, они просто сдуваются, выдыхаются, потому что вот такого типа парфюм, чтобы, как сказать, создавать нужный эффект, нужно постоянно вот такую вот диффузность повышенную иметь, создавать такое вот километровое облачко, шлейф такой, чтобы напоминать своим присутствием. И именно вот этот эффект бокары, это эффект присутствия вот этого гигантского шлейфа и стойкости. В этом плане вот эта штука, она отлично просто справляется с этой задачей. И повторюсь, вот если не прям вот нос в нос, не сравнивать с оригиналом, то это прям очень и очень и очень круто. И самый шок для меня был, что вот эта вещь продается свободно абсолютно по цене. Вот я последний раз видел, но не буду говорить где, чтобы это не выглядело как реклама, но Google вам подскажет сразу. Я видел за 3 800, ну правда без доставки, ну 4-4 с половиной. То есть это действительно что-то невероятное, потому что вот с такими параметрами и техническими данными парфюм за такие деньги да в таком флаконе, то есть это можно смело дарить, это можно прям не стесняясь просто, но это не выглядит как-то ущербно, как многие арабские бренды делают, да, где там все тут потекло, тут потрескалось, тут краска отвалилась, тут какие-то там непонятные, не дожато, не закрыто, не докручено. Здесь все прям близко к идеалу, поэтому на подарок и в условиях, что оригинальная Бакара сегодня стоит просто, как, наверное, крыло самолета, это просто такой вот прям находка, поэтому присмотритесь, и можно, в принципе, даже вслепую брать, потому что за такие деньги тут просто, конечно, выдающееся соотношение цена-качество, поэтому рекомендую присмотреться. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!